Всем привет! Сегодня давайте разберем интервью тренера Манчестера Найт после проигранного дома матча Манчестер Сити 0-3. Погнали! Первый вопрос. Решение Вар о нарушении Хойланда. Пенальти изменил игру? У меня нет комментариев по этому поводу. Был пенальти? Да, был. Изменил он игру в первом тайме? Нет. Как Манчестер сидел, прижавшись к своим воротам, так и после забитого гола этого пенальти он продолжал это делать. Играть на контратаке. В каком смысле пенальти изменил игру? То, что во втором тайме Манчестер Найт убрал опорник, выпустил атакующего полузащитника, остался с голой жопой сзади, это не пенальти изменил игру. Это тренер изменил игру, убрав одного опорника. О начале матча, Танхак, слушай. Особенно в первом тайме мы выполняли план на игру идеально, только пенальти изменил игру. Объясните мне, если вы начинаете матч, привозите пенальти со стандарта, ваш игрок не успевает за роды и валит его, разве это идеально? По-моему нет. В первом тайме мы играли очень хорошо, мы очень хорошо оборонялись, закрывали все зоны, прессинговали, не подкоскали их к своим воротам. Объясните мне, где Манчестер Найт прессинговал? Если посмотреть карту отбора, то в первом тайме было две попытки отбора на чужой половине поля. Слева это МакТомин и Хьюйлунд. И все. То есть вы прессинговали на своей половине поля? А кто-нибудь знает, что прессинг на своей половине поля чреват потерей мяча и обрезкой? А вы знаете, что в первом тайме Анана, Магуайр и Эвант отдали между собой большие передачи, чем вся команда Манчестер Найт вместе взятая? Я просто хочу понять, в чем был план на игру на первый тайм. Не дать Сити забрать у себя мяч возле своих ворот, но хорошо бы этого не дали сделать. Что дальше? Был ли план в атаке? Не знаю. Был ли план после пропуска гола? Даже не знаю. О выходе маунта. Я не могу сказать, что жалею о его замене. Нам нужно было создавать в атаке, мы проигрывали матч. Тренер должен действовать в таких ситуациях, особенно если на скамейке есть игроки. Нужно использовать замены, чтобы повысить атакующую силу на поле. У меня вопрос. Если у тебя игроки отыграли идеально первый тайм, за исключением одного сбоя, одного идиота в штрафной. Зачем там что-то менять? Если план исполнялся на игру? Или план не подразумевал выиграть матч? План подразумевал сыграть ничью 0-0? По поводу усиления в атаке. Знаете, сколько маунт в атаке сделал обостряющих передач? Либо сколько раз он ударил в сторону ворота? 0. Зато в обороне манчестер Рюнайт лишился единственного опорника, который может там играть Амрабата. Другой вопрос. Амрабат не провалил первый тайм. Провального сыграл Бруно Эриксен. Но заменили именно мараганца. Почему? Желтая карточка, побоялся удаления. Ну тогда так и пиши. Так а почему маунт тогда в эту зону вышел? Выпусти межбри. Нет, потому что маунта купили, надо выпускать. Ну так и говори. Что мы купили игрока, надо выпускать. Иначе никто не поймет. Следующий вопрос. Почему ушел Хейлунд? Ответ. Расмус играет в каждом матче. А он к этому не привык. Нам приходилось много работать в прессинге, и нужно защищать таких игроков. Для команды важно, чтобы они сохраняли энергию. Хейлун прилагал много усилий. Нам нужно было кого-то заменить. Это был Расмус. Он не привык проводить по три матча за неделю. У меня вопрос. А почему вы купили игрока, который не привык играть в премьер-леги? По три матча за неделю. Знаешь, что вы будете играть еще в Лиге Чемпионов. И второй же вопрос здесь. А зачем его ставить тогда на каждый матч, если он не привык это делать? Не привык играть по три матча в неделю. Может, стоит ему где-то дать раз в неделю играть? Либо раз в две недели. Кто не в курсе? И Тенхага недавно спросили по поводу того, не волнует ли его, что Хейлун не забивает за клуб в премьер-леге. Знаете, что он ответил? Он забивает за сборную. А знаете, как сборная играет по графику? Три матча в неделю. Странно, да? По поводу поражения от Сити. Сегодня был не наш день. Мы должны смириться с этим. Но не нужно забывать, что игровой план в первом тайме был очень хорошим. Какой план? Опять он с этим планом. Смотрите. Манчестер Юнайт в первом тайме создал 0.33 икжи. У Сити 1.54. Даже если учесть, что пенальти там 0.8-0.7 икжи, все равно у Сити больше. Сладение мячом 60 на 40 в пользу Сити. Опять же, владел Манчестер Юнайт мячом возле своей штрафной Сити в центре поля, либо перед штрафной Манчестер Юнайт. Удары поворотом 4.7 в пользу Сити. Удары в створ 2.4 в пользу Сити. Угловые 2.9 в пользу Сити. Голевые моменты. 3-0 в пользу Сити. Это все за первый тайм. Я хочу вам объяснить, что средний показатель у Сити по икжи 1.7. 1.72. Манчестер за первый тайм дал Сити создать 1.54. Это идеальный план? Знаете, это интервью Тенхага напоминает интервью Черчесова после влета датчан. Там тоже сборная России, по мнению тренера, играла практически идеально. Ну, только гол пропустили в первом тайме, а так все хорошо было. Так и здесь. Тренер сам себе противоречит, отвечая на один вопрос, потом на другой и на третий. А значит, он не понимает, что происходит с его командой, либо не хочет об этом говорить. Ну, то, что она становится неуправляемой. Вот Тенхаг и поплыл. Пока. Тенхаг и поплыл.